Дамы, господа, княжницы, милые дамы, большущие всем приветища, всем доброго, бодрого вечерочка. Павлович не выходил на связь с Денёчек, Денёчек побил баклуши, Денёчек отдохнул, поэтому встречайте. Значит, у нас сегодня с вами обзор касаемо Колымахи Натахиной, завтра поговорим о продолжении Колымахи. Павлович уже всё подготовил, материальчика напилил, поэтому, ребятки, лайков за видос, комментик, подписочка, значит, подписка на канал на Бусти, по билетике приобретаем, Павлович дёргает гудок паровоза, и мы с вами полетели. Значит, начинаем, говорили с вами про тот самый ролик, Денёчек мазала машину мастикой, ну как машину, свою Колымаху, буду говорить своими именами, называть всё. Значит, по поводу мастики, я не знаю, чем ребятам надо думать, что там в голове, какие у неё мысли, и сейчас в современных реалиях есть интернет, всё можно загуглить, но такие вещи, как мастика, она, как правило, делается при определённом температурном режиме. Ну, это как бы, знаете, это не то, что каждый знает, ну, на коробке, на коробке, в инструкции всё написано, и, как правило, такие вещи делают при температуре ближе, не то, что к минусовой, ну, прохладной, так назовём это, а лучше к минусовой. Для чего это делается? Ответ простой, для того, чтобы, когда ты наносишь мастику эту, позже, чтобы она вся не скатилась вниз, потому что, если температура плюс, то, соответственно, она не замерзает и скатывается вниз. Для того, чтобы она просохла, нужно, короче, определённый температурный режим. И температурный режим, не как в ихнем случае, плюс 15, а то, может быть, даже плюс 20, это бред бредом просто. Ну, это так, просто было небольшое ответвление моих мыслей, мыслей. Значит, начинаем с чего? Начинаем с того, что, как всегда, тут у нас сегодня много очень дел, и начинается с того, что Наташка появляется в кадре со своей светлой, немытой головой. С немытой головой, значит, появляется для того, чтобы, как она выражается, сегодня она займётся машиной, наконец-таки займётся машиной, вычистит её, сделает, короче, хотел сказать, отдерёт её. Нет, сделает генеральную уборку, в общем, в своём авто премиальном. Да, значит, касаемо, значит, авто. Вот, знаете, как только она открыла дверь и показала, что находится у неё в багажнике, что находится у неё внутри, это просто, вы знаете, это не то, что дичь, это просто перелётная дичь, это просто, знаете, это просто дно. Значит, Татка, ну, это одна из наших подписчиц, это та, кто строчит уникальные просто стихи. Давай, ты просто должна сегодня опять блеснуть, твой стих, естественно, в закреп. Значит, там, чтобы Малыч, естественно, заметил, там, накидайте ещё комменты, вдруг не замечу. Значит, итак, по поводу того, как она открыла дверь. Вы видели этот момент? Вы видели то, что творится в этой машине? Вот, без шута говорю, просто в машине, просто дном. Нет, ну, там дно, само собой, но дно, знаете, вот, сейчас, Татка, бери вот эту вот обязательно фразу в свой стих о том, что ты как-то так упомяни его-то немножечко-немного. Про телевку, про телевку обязательно сделай, а такое, знаешь, ответвление. Вот я когда раньше катался в деревне, ну, знаете, лошадь была, телега такая большая, мы туда садились, хоровод детей был. Я, знаете, что запомнил? Я запомнил, что в телеге было чище, нежели сейчас у Губриева в её машине. Без шута говорю. В телеге, знаете, люди садились в сапогах, там, кто с поля, кто ещё откуда. Ну, там в телеге, конечно, проще, там веником вымыл и всё. Но, если у тебя машина есть, свой двор, пылесос, это тебе не мешает выйти во двор и пылесос, там, всё пройтись, там, всю пыль эту смести, пропылесосить, там. Ладно. Подходит с пылесосом. Начинает, около этой машины, корячится. И так, и сяк, наперекосяк. Самое важное, вот, по всей видимости, в этой машине, и самое ценное в этой машине, это колонка, то есть сам буфер. Ну, вы сами видели, такая большая дура, которая, знаете, прикручена проводами, прикручена проводами. Даже тут, да, не могла поставить, установить нормально колонку, проводом её прикрутила, наверное, к заднему их сидушке. И на этом всё, вот, гениально. Это, 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 идеальное просто решение от Натальи, да. Но, реально, это самая ценная вещь. Наташке, знаете, Наташке, главное, чтобы не на машине, не техническая её часть, даже не такая, что, типа, знаете, нравственная, что вот есть там мусор, надо выгрести и прочее. И главное, с музыкой, с музыкой и с хорошими людьми в виде Татьяны рядом. Это вот самое важное. А то, что дома у тебя везде помойка, на территории двора помойка, на кухне помойка в этой, в раковине там, это вообще никого здесь не колышет. Особо посуда, отдельная просто темка. Сегодня наблюдаю о том, что посуда, не знаю, кое-что уже день в этой стоит мойки. До этого, день ранее, мы с вами делали обзор, говорили, что посуда была сейчас, посуда не мытая. Мама дорогая, самое главное, просто надо обязательно это прочесть. Комменты, как коменты касаемо посуды, гениальные. Значит, кто-то спрашивает, Наташа, почему у тебя всегда полная раковина, посуда грязная? Надо сразу мыть, и всё, тем более вода есть, 369 лайков на коменте. Действительно, вода есть, но при этом, при всём, посуда не моется, а потом она скажет, у нас воду включили. Когда же у тебя вода включена, почему ты её сейчас-то не моешь, посуду? Опять некогда, тут же коменты. Считайте, точнее, слушайте. Кто скрупулёзит в мелочах, тот не способен на великие дела. Во как, ребята! Во как пошли какими философскими уже изречениями. Так, наверное, и Датаха живёт по таким прописным истинам. Дальше. А потому, что она и за бабу, и за мужика, здоровье ей огромное, Наташа молодец. Следующий. А вы не замечаете разве, сколько у неё других неотложных дел? Была бы вымота посуда, придрались бы там к машинке и прочим. Люди перебирают какие-то аргументы. Дальше. Следующий момент, тоже очень интересный. Как достались с этой посуды? Она вам жить мешает? Не же, не смотрите, лично мне допиз... Какая вот та же посуда? Ну, это понятно по твоему комментарию, с выражениями, там, всё понятно, да. Может, не продолжать дальше. Девочка работает с утра до ночи. Пашет, как Бобик, и надо успеть и там, и сям, и везде. И съездить воды на весь колхоз накачать. А это по времени часа три-четыре. Приготовить, покушать папе и себе, и зверям. И по ремонту что-то сделать. Хорошо со стороны сидеть, наблюдать, советы кидать. Приедь, помоги. И сразу Губарева лайкоза на этот коммент. Но самое уникальное, вот этот коммент понравился, мы дальше немножечко закончим. Воду пейте только дождевую, и будете здоровы. Дождевая вода лучше и лучше для питья. Лучше, чем дождевая, нет. На себе проверили. Наталья, задумьтесь над этим. Всем крепчайшего здоровья. Понятно, дождевую воду на так пей. Это комментаторы просто. Мне очень нравится, радует всегда этими комментариями. Пятка. Убодрили, пожалуйста, про дождевую воду тоже что-нибудь в своем стихе. Значит, далее. Касаем мы следующий момент, микромомент. А что у нас дальше было? Просто полвидоса было ни о чем с мастикой. Полвидоса было со стиральной машиной. Стиральная машина тоже пришла в неодность. Что-то там воду не скачивает, забилось, откачивает. С этими тазами бегает. Мне достаточно было не этот момент. То, что она там что-то сама может делать, это как бы нормально. Ну, причем, знаете, такая вещь, стиральная машина, выкрутить этот фильтр. Ничего там сложного нет, с этим справится ребенок. Но тут главное не это. Тут главное то, что в каком состоянии у нее стиральная машина. Стиральная машина, особенно понизу, она уже покрылась какой-то реально коррозией. Из-за того, что не из-за сырости, а скорее всего из-за немытости. Потому что, как и хозяйка, ну, как бы тут далеко ходить не надо. Если это голову не моет по неделю, что-то можно говорить про стиральную машину. Неужно думать, она там стиральную машину лишний раз тряпочкой протрет. Конечно же нет. Что скатывается по машине, что эти брызги, не брызги. Все там остается, все это гниет. И, соответственно, как результат, все, что имеем, то имеем. Короче, как всегда, значит, что из главных моментов и что мы с подытожим на сегодня. Значит, дичь дичью. Просто полная дичь. Как бы больше ничего тут говорить не надо. Значит, машину, мастика, стиральная машина, пол видоса засняли. Точнее, как пол видоса, целый видос. Просто завтра Палыч как бы вроде бы продолжит. Вроде бы как бы новая темка должна быть. Но в то же время продолжаем вроде бы сегодняшнюю тему. Потому что, ну, надо же там ролик, там, две части, это стянуть. И для того, чтобы побольше посмотрели, побольше можно было в дальнейшем купата купить. И все у вас с этим связано. В общем, вот так вот. Значит, главный микромомент ты озвучили. Забыл про работягу второго сказать. Второй работяг занимается замазкой печи. Правильно, по осени, перед зимой. Не летом, когда, казалось бы, печь не нужна была. А, по зиме. Молодец, что сказать. Все. Будем с вами прощаться, чтобы видеть с вами вновь. Всем на новых встреч, всем пока. С вами был Игорь Палыч, я, Женни Сесар. Лайк, вопросы, комменты, подписка. Канал на пусте. Все имеется. Не забывай, по всем микромоментикам щелканулся. Всем пока.